Повесть эту давнюю, ставшей легендарною, расскажу вам я. Как гласит предание, в одном невзрачном здании поселилась тихая, дружная семья. Мать с отцом да маленький, сын голубоглазенький, их опора старости в доме подрастал. Время было бедное, то послевоенное, испытания трудные Бог им посылал. Клин с земли под грядками, да штаны с заплатками, да отцовски скудный, лишь хлебушка паек. Так и жили с краешку, мать-домохозяюшка, а отец на станции свою службу нес. Ожидали лучшего, а дождались худшего, ожидали радости, а дождались слез. Смена шла обычная, залита привычная. Стрелочник участок свой утром обходил. По полям нескошенным, по тропинкам брошенным, по траве израненной взгляд его скользил. В это утро росное, грохоча колесами, в направлении станции товарняк прошел. А за ним стремительный, пассажирский литерный, запросился издали на свободный путь. И движением правильным точно стрелку ставил он. Но взглянул и обмер весь, издавила грудь. Прямо перед домиком, худенький и тоненький, сын его межрейсами в камушки играл. Мы смекнула первая, дрожь по сердцу нервная. Стрелку став на занятый мимо, но тогда паровоз на скорости хвост другого поезда врежется, и страшная будет всем беда. Что же делать? Боже мой, уходи, сыночек мой! Эта нерешительность длилась только миг. И отец уверенно, хоть немного медленно, на свободный поезду дал зеленый путь. И массою грохочущей, к сыну смерть пророчущей, тут же дробью частою поезд простучал. И неумолимая, черная и дымная, не сбавляя скорости, к сыну смерть неслась. Машинист в отчаянии на ходу кричал ему и вперед показывал, он не отвечал. Он смотрел и видел лишь, как играл его малыш, а судьба назначена уж ему была. Взгляд отца потерянный, видел, как растеряно повернул син личика, он закрыл глаза. Время ход замедлило, в сердце очень медленно, по щеке отцовской потекла слеза. Посеревший, сгорбленный, шел шагами скорбными, тихо к месту гибели своего сынка. И заплакал, сынушка, что же ты, кровинушка? В стоне том безмерная слышалась тоска. А в долина станции, словно в вечном странстве, жизнь стекла вокзальная в пестрой суете. Вот из пассажирского у платформ застывшего люди, выходившие, растеклись в толпе. Лишь потом, со временем, шли с благодарением к месту их спасения и несли цветы. Парадокс немелочный. Сына отдал стрелочник, чтобы души многих от беды спасти. Потеряв отечество, пояс человечества, катастрофе гибельной, вечной быстро мчил. Но тебе, творение, Бог без промедления, на пути спасения стрелку перевел. Там голгофа высится, смерть к Иисусу близится, многомиллиардною. Тяжестью греха. Вот он, окровавленный и толпой раздавленный, прошептал. Свершилось и потряс века. Но не сбросив скорости, не убавив гордости, в направлении вечности мчится шар земной. Только же пришедшие и Христа нашедшие у креста Голговского расцвели душой. И несут спасителю пассажиры-жители поезда Вселенского души и сердца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова